Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Меня зовут Петр Ившин и сегодня я хочу представить вашему вниманию курс небольших лекций, демонстраций разных направлений музыки и непосредственно того, как их исполнять на ударных инструментах. И мне сегодня в этом поможет мой прекрасный друг, музыкант Александр Миронов. Он сегодня сыграет вместе со мной на клавишах и на контрабасе. Это будет такой сплит, чтобы было удобно демонстрировать то, что мы хотим сегодня сделать. И первая лекция посвящена всем направлениям, всем темпам и в стиле свинг, бибоб, хардбоб, кул джаз, все вот эти приблизительно направления. Я, конечно, не смогу сейчас рассказать в деталях про каждое из них, потому что суть этой лекции не совсем в этом, а в том, чтобы просто продемонстрировать много разных жанров, не копаясь в них слишком глубоко. Вот, поэтому начнем мы сейчас с демонстрации медленного свинга и мы с Сашей вам сыграем сейчас одну тему для того, чтобы продемонстрировать этот темп и этот стиль и это состояние. Ну что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 В таком очень медленном темпе И я хотел сказать, что обратить ваше внимание на то, что здесь очень важно понимать, что, как я и говорил в своих предыдущих уроках, лекциях, что когда мы говорим о игре джазовой фактуры, в первую очередь нам надо делать акцент на тарелку Ride И если я, допустим, начинаю играть свинг на тарелке Crash, то уже, соответственно, мы ничего не меняем То есть в любом случае приоритет по звуку, по громкости, по громкости, по атаке должен быть на тарелке, потому что именно тарелка в этой музыке создает движение А малый барабан и бочка, большой барабан, они как бы создают определенные вариации между этой самой тарелкой, в то время как хай-хэт играет вторую и четвертую долю и помогает вести ритм тарелки Ride Так же, в принципе, в небыстрых темпах, в медленных и в средних темпах можно играть больше мелких каких-то фразеровок, потому что темп позволяет это делать в отличие, например, от быстрого темпа, где лучше играть более широкие фразы Ну вот, а сейчас мы сыграем другой джазовый стандарт и мы сыграем это в среднем темпе, уже в более быстром и тоже, в принципе, здесь как бы работает тот же самый принцип Но здесь я еще вам продемонстрирую то, как я компонирую на соло-баса и также в этой пьесе будет небольшое место, где мы с Сашей поиграем по 4 такта через барабаны Ну, в общем, мы с вами сыграем еще один джазовый стандарт, только уже в среднем темпе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА